здравствуйте с вами светлана родионова мое сегодняшнее занятие посвящено тем кто делает свои самые первые шаги в живописи а книгу которую я сейчас листаю она рисунки и я вам уже рассказывала почему вот рекомендую потренироваться с простым карандашом в руках рисование простых геометрических предметов но в данном случае это яйцо но очень простой формы что вывод видите на этой странице есть свет он состоит из блика полутени и света и есть день день состоит из тени собственной рефлекса и тени падающей видите что все что тень темнее чем все что свет вот закрутить эту форму закруглить с карандашом в руках для начала это первый класс школы вот смотрите у сергей андреяки они начинают рисовать вот такие простые предметы закручивая световую область видите они создают объемно света и потом к ней подбирают тень который темнее чем свет мы учим немножко иначе мы очень сначала все тени собственные падающие потом уже свет оставлять светлей падающий день тоже очень интересное пятно она темнее в точке соприкосновения потом становится светлее вот тоже потренироваться вот если например вы возьмете два яйца но которые одно посветлее другой потемнее как в данном случае будет да вот они сразу берут тональность светлее темней потом уже начинают работать с объемом сначала идет объем предметов потом поиск среды вокруг фон вокруг этих предметов и вот дальше я листаю довольно быстро там работы детей это первоклассники там лет по 12-13 вот это вот после учебных таких объяснений они рисуют вот дома булочки баранки любые небольшие предметы и размер этих работ тоже небольшой вот если то что смогли сделать 13 летние дети конечно сможете делать любой взрослый но на это требуется время усердие вот смотрите на чесноке такие вот там написано то что это первый год обучения и размер работ именно 10 на 15 совершенно небольшие яблоки яблоки будут очень часто в натюр можно встречаться поэтому отдельно отрисовывается такая шарообразная форма и рисунки детей вы видите вот это нарисовали ученики на любых абсолютно лук чеснок булочки баранки любые мелкие предметы нарисовать так чтобы они были реалистично изображены и вот рисунок это основа да вот самая важная вещь я вам сказала есть цвет есть день свет светлее тень темнее но так как мы заниматься решили живописью я сейчас вам покажу в живописи это сиена натуральная белила и марс черный у меня на палитре сейчас в масленку я наливаю white spirit есть поменьше бутылочки но я беру большой картон просто картон но он проклеен такого прям цвета нашлась картонка я ее проклеила клеем pva просто чтобы на большой скорости все это подготовить к живописи масло подсолнечное отбеленное просто стояла на подоконнике стало светлее капнула совсем чуть-чуть чтобы просто не выдыхалась его от спирита и сейчас я карандашом буду намечать рисунок сама конечно никогда не рисую карандашом на холстах рисую сразу тонкой кистью в данном случае если вы начинающий художник и делаете свои первые еще рубки и шаги конечно карандаш будет придавать больше уверенности его можно стереть поправить намечаю чайник простая геометрическая форма это шар этот шарик должен быть не посередине вашего формата скатываем его сторону тени для того чтобы уравновесить композицию не потому что тут конфета лежит а потому что так мы будем делать всегда чтобы у нас соблюсти равновесие пятен донышки и горлышки как правило в чайниках имеют одинаковый размер овалы построение овалов я объясню как-нибудь вам совершенно отдельно другой раз но вот здесь достаточно что они нарисованы пока носик и ручка внимательно тоже надо посмотреть и срисовать ту форму которая есть у этого именно чайника конфета здесь лежит всего-навсего ну чтобы как-то литературно этот поддержать тему чаепития и еще у нее есть важная такая цель она создает камертон тона то самое темное место это конфета так как живопись будет идти всего тремя красками у меня нет синий ну и ладно попробуем обойтись и без нее сейчас чайник уже нарисовано рисунок подготовлен надо взять кисть кисти я люблю щетину для масла размер здесь будет небольшой восьмерка вот я выбрала свою любимую и смотрите на палитре замес идет все это в одном месте начиная с самого темного самая темная но самая темная вообще конфета но вот захотелось падающий день сделать краски довольно мало вот они там в рисунке начинали со светов вот в живописи все таки пастузными когда материалами кроющими материалами масло темперам гуаш то конечно предпочтительнее начинать с теней линия света раздела место где собственная тень темнее всего это самое выпуклое место этого шара это то место которое ближе всего к вам рефлексы рефлексы светлее чем собственная тень ну и светлее чем падающая тень почему именно черная и натуральная сиена просто чтобы помимо того что светлее что темнее и думать еще о том что теплее что холоднее и это даже получается уже не совсем рисунок а а очень даже живопись когда идет еще и расклад на теплые и холодные собственная тень носика собственная тень и падающий день от чайника на ручки также вы будете вести рисунок простым карандашом вы будете искать все тени насколько они отличаются друг от друга те тени которые светлее те тени которые темней но сначала вот я рекомендую работать с тенью тени темней а у фон светлее чем эти тени но все-таки темнее чем чайник поэтому приступаю к фону те же самые краски это сиена черная и белая только чуть больше белой количество белой краски дают светлоту количество большее количество там меньше количество дай и черный дает темноту но когда разбил и черной краски лежат рядом сиенистой смесью то она кажется даже голубоватый вот вы видите вот эти холодные оттенки это всего лишь черная плюс белая фон фон ровненько надо написать ближе к свету холоднее и светлее удаляясь от источника освещения а в данном случае я пишу при дневном свете это холодный источник освещения цвет неба это цвет блика и удаляясь от окна в комнату мой фон становится темнее и становится теплее мне показалось недостаточно темной падающей тени я решила и усилить поверхность стола в моем случае светлее и холоднее чем поверхности не хотят от одна и та же картонка но свет падает под разным углом естественно меняется оттенок и тон меняется тоже тон это светло в светлее темнее оттенок это теплее холоднее опять же удаляясь от источника освещения становятся теплее и темнее поверхность стола так же как и поверхность стены вот наконец-то камертон самое темное место моего натюрморта чистый черной краской забросила тень на эту конфету фантик блестящий желтенький местами вот чистый натуральной сиеной написала все остальное предмет имеет четкий контур собственные падающие тени четкого контура не имеют кистью или даже пальцем я размазываю границы этих теней делая их контур размытым вот пришло время закрутить световую часть начиная с полу тени место где свет встречается с тенью легкими такими движениями небольшого количества светло-серой краски белая она холодноватая и вот палец пошел в дело чтобы сделать плавным переход от цвета к тени чуть меньше черные в этой белой но это совершенно не не чисто белая краска обращаю ваше внимание самые светлые надо сделать блик и даже он имеет голубоватый оттенок поэтому здесь белая плюс черная и плюс то что она не сильно 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 корпусно вот чем выпуклее место чем освещение свет здесь тем больше краски чтобы создать плавный переход там чуть меньше краски и будет работать вот цвет картонки как правило начинающие все стараются затереть загладить следы своего труда в данном случае тогда мы потеряем вот цвет фона который тоже неплохо нам помогает сейчас в руках уже кисть совершенно другого размера это двоечка троечка может быть и рисуются световые части мелких предметов крышечки ручки носика а 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 Чтобы мы не рисовали чайник, портрет, яблоко, мы всегда должны обратить внимание на свет и тень. Линия света раздела – это волшебная линия, которая делает предметы объемными. Блик – то место, куда попадает свет под прямым углом. Вот сейчас я пытаюсь положить этот блик. И захотелось поднять свет, чуть светлее я делаю световую часть чайника, появилась такая возможность. Крышечная линия. Сточку на самом деле можно писать и час, и полтора, и два с половиной, и носик тоже, чтобы он был совершенно материально сделан. Сейчас я не хвалюсь своим умениям это дело, а всего лишь показываю основные этапы рисунка. даже это вряд ли живвиси можно назвать, потому что цвет играет здесь совершенно вспомогательное значение. Три краски, из них цветная только одна – это сиена натуральная. Черный и белый – у художников цветом не считаются. Три краски, из них цветная и цветная и цветная и цветная и цветная и цветная. Три краски, из них цветная и цветная и цветная и цветная. кистью размазываю опять же тени чтобы контур был как можно более мягким размытым а вот контур предмета размытым быть не должен вот это сейчас маленькой кистью поправляет этот контур блестящая полосочка а Там, где блик, там краска кусочком. Тогда она имеет большие светоотражащие силу, и он действительно кажется блестящим, это место. Блик на пересечении. Там, где меняет направление плоскость, световая часть становится теневой, на границе как раз и возникает этот блик. Также и блик на носике шел в одну сторону, потом повернулся под углом, и как раз вот в этом месте и возникает блик. Блестящий фантик, тоже довольно корпусно белило, плюс оттенок. Который в этом блике виден, и таким кусочком краска остается. Блестящий фантик. Несмотря на то, что у меня не было синей краски, и в этих теплых окружениях сиены натуральной конфеты даже кажется немножко синей, такой, как она есть в реальности. Ведь важно не только тот цвет, который вы используете, но и те цвета, которые окружают это цветовое пятно. Но вот снова мне показалось, что падающая тень недостаточно. Выглядит темной. Есть момент прожухания краски в эту картонку, и я решила не только падающую, но и собственную тень слегка сделать темней. И, как я вам уже не раз говорила, тень не имеет четкого контура. Выравнивается поверхность. Еще больше растяжка от светлого к темному. Видots. 1 Еще. Еще. Но и на сахар с я хом. Выравнивается поверхностно. Плазила, все деревья. И выравнивается поверхности. У describing подbsкопрgn些, и такая должна停иться поверхности окружениями. Выравнивается поверхностной лица, и вы Но заодно подчетче контур конфеты. Ну вот, я, по-моему, рассказала самые основные моменты, которые надо знать человеку, который впервые берет в руки кисть. Свет и тень. Свет светлее, тень темнее. Все остальное можно увидеть, сравнить и нарисовать. До новых встреч на моем канале. До свидания. До свидания. До свидания. Продолжение следует...